А так стараюсь, да, после каждой тренировки оставаться, дорабатывать еще. Но всегда хочется прогрессировать, становиться лучше, поэтому, когда еще есть силы, остаешься и дорабатываешь. Мало тебе кто что знает, почему так происходит, хотя ты в основе в этом сезоне практически стабильно играешь. Как считаешь, почему так происходит? Ну, сам в себе, наверное, такой человек скромный, спокойный. Я в этом сезоне чаще недовольный собой. В прошлый сезон казалось, что лучше играл. То есть надо больше после тренировок отражать? Получается так. Ну, это у нас было тестирование перед сезоном, получается. И вот в сезоне вот каждая работа со своим весом. Вот я сделал 65 килограмм, например, вот я по нему и работаю потом в сезоне. Я смотрю, ты здесь в лидерах, да, по жиму штанги? Ну, один из, да, мы с Ромом Латенов практически идем на равнии. Хоть он и по параметрам у меня побольше, но на тестировании, которое было зимой, мы старались с ним там шли прям вровень вровень. Поэтому я заранее знал, что будет тестирование, и в отпуске немножко подготовился именно к жиму лежа. За счет чего, допустим, тебе удается наравне с тем же локтионом? Вроде и выше тебя, и... За счет работы. Три раза в неделю в отпуске работал. Сгибание ног, жим лежа, я смотрю, таблица везде. Жим гантелей вверх. Какое самое сильное упражнение тебе дается? Где ты лидер? Да, на ногах, наверное, скорее всего, больше на руки не так получается много делать. Все компоненты, в принципе, важны. И техника, и физика, и голова, чтобы у тебя работало хорошо. Так что каждый компонент важен. Что сегодня в меню у футболистов? Расскажите, пожалуйста. А вот все написано. У нас рижурет куриный, грудка под сыром, гнездо мясные, ножка куриная в тесте и котлетка рубленая. На гарнире две гречка, рис и спагетти. А есть такое, что футболисты любят больше всего, иногда, может быть, даже... Курицу, грудку. Все под сыром. Вы ее чаще стараетесь с пульсом? Специально спиной повернулся к футболу, потому что хоть где-то футбола что-то не было. Да не, не заметил, потому что футбол... Владлен, с кем общаешься? Свои знакомые из Москвы. Постараемся с ней общаться только на английском языке. Поддержки и для нее практика, и я сейчас занимаюсь здесь английским в Астрахани с репетитором. И для меня это большая практика, поэтому иногда с ней общаемся на английском. За рубеж собрался играть? Ну, на будущее, что-то все равно, я думаю, английским надо обязательно владеть в 21 веке. Слушай, а ты, так понимаю, ты здесь один вообще живешь на базе? Нет, не один. Мы здесь живем со Славом Дышековым и с Данилом Козловым втроем здесь. И очень нравится мне Ремарк, его романы очень интересные. Легко идут мне, поэтому стараюсь его читать. Остальное мне не особо подходит. Ну, вообще, наверное, есть какая-то скука, да, или можно в город выбираешь? Стараюсь иногда выбираться с ребятами. Мы частенько после тренировок с Станин Степановым, с Юрой Журавлевым. Выдвигаемся какую-нибудь кофейню посидеть, кофе попить, с их девушками пообщаться, провести такой досуг. Для меня это разнообразие хотя бы. А ты здесь девушку что-нибудь нашел? Нет, я свободный. Так, для Астраханок имейте в виду. Расскажи, куда мы сейчас едем, где ты живешь? Едем ко мне домой, живу на Спутнике, в районе Спутниково. С родителями живешь? Да, с родителями. Там сам не хочешь уже как-то соединиться, может быть, одному снимать квартиру, или как Владлен, жить на базе? Не, на базе не хочу, но да, в планах есть, либо снимать квартиру, либо подкопить и купить уже свою квартиру. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Сергей, моя мама. Очень приятно. Мы тут у вас немножко поснимаем. Можно? Вашего сына. Заходите. А это вы его привели в футбол? Как он вообще на футбол? Папа. Папа. Папа в футбол привел? Потому что папа фанат футбола, и папа его привел. Он такой был целеустремленный, всегда на каждую тренировку бежал. Уроки не сделает, но на тренировку идет. Так что он такой был. А когда он в Москву уехал в школу ЦСКА? Вместе поехали. Не бросили мы его, мы поехали все вместе, да. Всей семьей уехали туда. А были ли такие моменты, когда тебе, может быть, скружило голову от того, что ты в армейской школе? Да нет, такого не было. Самый памятный момент какой можешь взять из тех лет, которые ты провел в школе ЦСКА? То, что на турниры ездили многие. В Италии, в Ирландии были. Вот в Италии тоже турнир выиграли, получается. Против кого играл, вот вспомни, ты играл все время на позиции центрального полузащитника. Против кого из армейцев играл, ну, более плотно так играл? Мамаев тогда был тоже, Верблун тот же. Вот их могу выделить. Мамаев тогда спокойно был? Ну, казалось, что да. А что-нибудь от команды вообще осталось, от армейцев у тебя? Да, у меня есть футболка «Понтосовет». Расскажи, какая она тебе досталась? Я, получается, играл за основную команду «Товарищскую игру», и вот мне дали играть в его футболки. Больше из ЦСКА у Исти ничего не получилось? Не, много было формы, но все раздал, получается, друзьям, там, родным. Дальше переманил «Волгарь». Волгарь, что ты? Приехали на каникулы, предложили в дубль, и он сразу согласился. Ну, родной клуб. Да, мне сейчас очень комфортно находиться в «Волгаре», у нас хороший коллектив. Ну, конечно, и лично есть, что как можно выше играть рангом, и будет отлично, если это получится с «Волгарем». Подводим итоги конкурса предыдущего выпуска. Владлен Бабаев загадывал, какой вопрос? Сколько матчей я провел за молодежный состав «Спартака» в молодежном первенстве российской футбольной премьер-лиги? И ответ? 93 матча. Ответ 93 матча, и что полагалось победителю? За это полагалась наша предыдущая парадная кофта. Вот она выглядит таким образом. Ее получает вот этот человек. Он первым ответил правильно на вопрос, поставил лайк под видео и подписался на канал «Волгаря» в YouTube. А здесь страница Владлена Бабаева в ВКонтакте. Победитель свяжется и заберет приз. Очередная ветровка от «Волгаря» в очередном розыгрыше как приз. За какой вопрос? Кто у меня был любимый футболист с детства? Отлично. Нужно будет правильно ответить на этот вопрос, поставить лайк под этим видео и подписаться на канал «Волгаря» в YouTube. Как приз. Это «Ветровка». Счастливо.